Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Опять рад вас приветствовать и позвольте открыть серию докладов, уже теперь посвященных плоскокречечной карциномии. Когда мы говорим о немеланцитарном раке, мы понимаем, что это очень частое явление. Это порядка 90% от всех случаев рака кожи как такового, при том базально-клечечный рак составляет большую часть. Мы знаем то, что много случаев мы вновь регистрируем ежегодно. Более того, отмечается неуклонный рост заболеваемости данной патологии. Что радует, то что почти 80% всех случаев можно вылечить хирургически, однако это только 80% случаев. И если мы обратим внимание на карту заболеваемости мировую, то это, конечно же, в первую очередь развитые страны, белокожие население, активно путешествующие в том числе, и арабские страны, и африканские подвержены меньшей нагрузке по данным группе заболеваний. И обратите внимание, если мы откроем канцеррегистр США, насколько выше заболеваемость в Южных Штатах. Более того, каков прирост заболеваемости, и каждый год в США регистрируется порядка 700 тысяч случаев. Более того, количество случаев за 30 лет удвоилось, а у мужчин даже утроилось. Это действительно цифры, которые доказывают актуальность данной проблемы. Если мы обратимся к отечественному канцеррегистру, то у нас будет здесь небольшое разочарование, потому что, к сожалению, до сих пор в России не ведется отдельного учета послопечной карциномы как таковой. Это общая солянка немеланцитарного рака. Все, что можно сказать, то, что это ведущая локализация в общей структуре заболеваемости, порядка 12%. То есть, как таковой рак кожи. И если мы говорим о стадиях, то удается чаще всего подвергнуть лечению, выявить немеланцитарный рак на первой стадии. Обратите внимание на показатели смертности и заболеваемости. Несмотря на то, что плоскокречный рак кожи не настолько смертельный, насколько смертельна меланома, но плоскокречного рака намного больше. И поэтому общие показатели смертности сопоставимы с показателями смертности от меланомы. Более того, если, опять-таки, мы вернемся на юг США, мы можем видеть, насколько высокие показатели смертности плоскокречной карциномы. Здесь смешивается еще одна проблема, которая отражена в указанной статье, в том, что плоскокречным раком в той же самой Америке занимается очень много видов специалистов, начиная от дерматологов и косметологов, кончая пластическими хирургами, онкологами и челюстно-лицевыми хирургами, что, естественно, влияет на насторожность и важность к данной проблеме. По поводу этиологии мы все прекрасно знаем, что ведущими факторами являются ультрафиолетовое излучение, это вирусная нагрузка папилломы, это курение, это хроническое воспаление и длительно заживающие раны, рубцовые изменения, различные лимфопролиферативные заболевания, а также иммунодефицитные состояния. Есть также, к сожалению, и заболевания, при которых многие факторы заключены в одном, в частности, наследственно-булезный эпидермолизм. Сочетание факторов, когда у пациента образуются эрозии, пузыри, слизистые в том числе, различной степени невыраженности, хронические, незаживающие язвы, образующиеся рубцы, это, конечно же, является провоцирующим фактором для возникновения пластологичной карциномы данной группы пациентов, ровно как и диссиминация и колонизация раны бактериальной нагрузкой. Более того, данная группа пациентов, особенно когда мы говорим о дистрофической форме, вероятность возникновения карциномы приближается к 100, а пятилетняя выживаемость крайне низкая. Поэтому данная группа пациентов также нуждается в поиске новых агентов. Дополнительным фактором риска, опять-таки, терапия BRAF-ингибиторами, это терапия Hatchcock-ингибиторами базонокречной карциномы, и также еще обсуждается вопрос фотосенсибилизации на фоне тиозидов. Обратите внимание на то, что, несмотря на невысокое количество рецидивов, очень много метастазов в данной группе заболевания. Итак, 82% метастазов реализуются в течение ближайших двух лет от выявления данного заболевания. И более того, риск прогрессирования намного выше в группе пациентов с иммуносупрессией. Более того, сама локализация пускокречной карциномы является фактором риска развития метастазов. Естественно, локализация на голове и шее является крайне неблагоприятной в этом отношении. Выделяют несколько групп риска в зависимости от локализации. Есть зоны высокого риска, это зона маски лица, гениталии, верхние конечности и стопы, ногтевые блоки, ореолы. Промежуточный риск, оставшиеся части лица, по большому счету, берцовая часть нижних конечностей. И зона низкого риска, это туловище и остальная часть конечностей. В зависимости от наличия или комбинации этих факторов, в соответствии с рекомендациями НССН, являются две группы пациентов – высокого риска и низкого риска, относительно низкого риска. В зависимости от той группы, к которой относится пациент, мы можем применить те или иные методы лечения. Посмотрите, какой значительный арсенал лечения у нас есть. Это и криохирургия, и классическая хирургия, и химиотерапия, и лучевая терапия. Обратите внимание, что в тех же самых рекомендациях даже в группе с низким риском у нас очень много или. То есть у нас очень много вариантов, и при этом вероятность рецидива также остается, и вероятность прогрессирования тоже имеет место быть. Более того, даже при наличии негативных краев при первичном иссечении, мы также говорим об какой-либо адювантной и мультимодальной терапии. То есть очень много вариантов и очень много нерешенных вопросов в настоящее время. Обратите внимание, при местно распространенном пасхотечном раке системная противоопухолевая терапия получает только 4% пациентов. Если мы говорим о метастатической форме, то всего половина пациентов получит мультимодальное лечение. Из этой половины системной терапии подвержится только 33%, потому что в настоящее время стандартов лечения местопостраненного пасхотечной карциномы системной терапии не существует, а на руководство не содержит четких рекомендаций. То есть стандарты есть, но они очень вариабельны и не всегда четкие. И обратите внимание, что те исследования, которые имеются, к сожалению, содержат крайне невысокие выборки пациентов и не всегда были подтверждены. Когда мы говорим о поисках новых агентов, мы действительно понимаем, что группа плоскокоречных карциномен на фоне повреждения ультрафиолета имеет колоссальную опухолевую нагрузку, мутационную нагрузку. И если мы сравним ее с другими, с другой группой опухолей, той же самой меланомой, которая опять-таки традиционно относится к группе опухолей с высокой мутационной нагрузкой, то у плоскокоречного рака этой мутационной нагрузки значительно больше, как по большому счету, чем любой другой тип опухоли в соответствии с атласом генома опухолей. И сочетание этой мутационной нагрузки и выявление экспрессии ПДЛ у нас формируется понимание о вероятности иммунного ответа, понимая то, что у нас появляются новые неонтигены и у нас возможен иммунный ответ на предлагаемую терапию. Более того, если мы обратимся к наличию микросателитной нестабильности у пациентов, у которых микросателитная нестабильность присутствует, вероятность ответа на анти-ПД-1 терапию гораздо выше. И, опять-таки, этот довольно широко используемый слайд определяет то, что высокая мутационная нагрузка определяет потенциальную мишень для терапии. Я здесь буду кратко, остановлюсь уже только на выводах. Мы понимаем то, что заболеваемость плоскочечной карциномы крайне высока, и смертность от этого вида рака не уступает показателям от рака других заболеваемых. И нам важно не только излечить пациентов, но и сохранить их качество в жизни, что особенно актуально при плоскочечной карциноме. В настоящее время требует коррекции и подхода к системной терапии распространенного рака. И также мы ожидаем интересный ответ в отношении ПД-1 моноклональных антител. Большое спасибо за внимание.